Власть в Украине не занимается долгосрочным планированием, бизнес-омбудсмен, налоги в Украине не самые высокие в Европе, но они имеют одну главную проблему, их собирают очень непредсказуемым способом, потому что власти нужно скачать как можно больше денег в бюджет здесь и сейчас. Об этом сообщает РБК Украина, со ссылкой на заявление бизнес-омбудсмена Романа Ващука, в Украине налоги не чрезвычайно высоки по сравнению с другими странами будь то Европы или Северной Америки, но они собираются очень непредсказуемым способом, отметил Ващук в эфире телеканала Украина 24, по его мнению основная проблема украинской системы то, что налоговая вместо того чтобы работать с бизнесом и совместно обеспечивать экономический рост Украины, занимается исключительно перевыполнением месячных планов, и ради этого выполнения кое-где прибегает к откровенному давлению на бизнес, взрывы непредсказуемости в штрафах, во всяких других процессах, это основной источник беспокойства бизнеса как украинского так и иностранного. Мне кажется государство, кит, налоговая и таможенная служба должны быть нацелены на то, чтобы способствовать кровообращению денег в экономике, а не просто выполнять мгновенные месячные нормы, это обеспечит уверенность бизнеса в климате, в котором он работает, подчеркнул Ващук. Он выразил убеждение, что государство должно планировать экономический рост в долгосрочной перспективе и отказаться от желания наполнить бюджет здесь и сейчас. Когда нет долгосрочного планирования, государство перебивается от месяца к месяцу, чтобы как-то выплачивать жалования государственным служащим и пенсии гражданам, а люди, работающие в налоговых структурах, понимают, что они должны выжить деньги из бизнеса, резюмировал бизнес-омбудсмен. Напомним, 1 февраля на горно-обогатительных предприятиях группы Митинвест в Кривом Роге представители правоохранительных органов проводили следственные действия, касающиеся якобы имеющих место налоговых нарушений. Компания заявляет о беспрецедентном необоснованном давлении на бизнес-группы со стороны силовых структур. Также в начале января офис генерального прокурора арестовал банковские счета крупнейшего украинского металлургического комбината Арселор Митл Кривой Рокамкар. Озвучено Яндекс Спич Кит. В декабре 2021 года налоговая доначислила одной из крупных сетей лабораторий в Украине Синева налоги на 1,1 миллиарда гривен. Такое решение в ГВС приняли после плановой проверки, во время которой, по словам налоговой, компания не предоставила необходимых документов, Синева оспорила решение налоговой в суде. Ранее на новую почту был наложен штраф в результате проверок двух отделений в Харьковской области, которые якобы не предоставили документы и объяснения, необходимые для полного и всестороннего рассмотрения жалоб граждан на них. Но после скандала Госпродпотребслужба рекомендовала отменить это взыскание.